КВИЛИНГ В КВИЛИНГ Это обычные ножницы лучше С прямыми острыми кончиками Не загнутыми Шило Тонкое шило, чтобы иголка была Не больше, наверное, миллиметра в диаметре Пинцет для того, чтобы складывать композицию И обычный клей ПВА В основе всех элементов КВИЛИНГ Лежит ролл Его закручивают из полоски бумаги А затем придают различные формы Из ролла можно сделать лепесток, сердцевину, листья Я попробую сделать элемент капелька Который изучают на первом занятии Для этого вам надо в правую руку взять шило В левую руку вы берете ленточку на указательный палец Большим пальцем прижимаете Правая рука стоит на месте И левая накручивает ленту на шило Туго Самое главное накрутить туго Когда у вас получится небольшой ролл Продолжать накручивать его нужно уже без шила Большим указательным пальцем правой руки вы прокручиваете В левую перехватываете Правой рукой подправляете ленточку Чтобы она шла ровно и плотно Накрутили Держа скрученный ролл между большим и указательным пальцами Его теперь надо распустить После этого вы одновременно кончик этого ролла Вытягиваете, прижимаете А другой рукой серединку отодвигаете влево Отодвинули и носик Прижали плотно Носик и немножко посередине Где сам кружочек вы там не нажимаете После этого край ленты надо склеить ПВА Получается элемент капля Если сделать шесть таких капель и сердцевинку Для этого нужно скрутить ролл из половины ленты Получится ромашка Стебель цветка делается из одной четвертой ленты Листья делают по той же схеме Закручивается тугой ролл и немного распускается Теперь вы сдавливаете вашу капельку Делать сначала как ромбик форму А после этого В разные стороны ее вот так нагибаете Теперь все элементы остается склеить между собой на основе Вот таким образом составляют разнообразные композиции Работы можно делать абсолютно разные В данном случае Вот сейчас мы делаем открытки ручной работы Украшения заготовок открыток паспорту Небольшие картины и упаковку подарка Бумагу считают материалом недолговечным Но работы выполненные в технике квиллинга Могут сохраняться годами Для этого их не надо покрывать каким-то специальным раствором Достаточно хранить их под глубокими стеклянными рамами Продолжение следует... Продолжение следует...